Война. День 310. Ситуация на фронтах. За последний месяц войны линия фронта практически не претерпела изменений. На отдельных участках продвижение составили не более 2 километров в ту или другую сторону. Обе стороны сейчас накапливают силы в ожидании лучшей погоды. Основные бои продолжаются вокруг Бахмута, на подступах Кременной и возле Авдеевки. Воздух. Вчера Россия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Заявляется о сбитии 54 ракет из 60 выпущенных. Как минимум 2 удалось сбить с помощью ПЗРК. Также есть кадры падения российских ракет на территории России. Так что можно утверждать, что даже не все не сбитые ракеты поражают цель. Удару предшествовала ночная атака иранскими дронами Камикадзе Шахет. Также атака дронами повторилась и сегодня ночью. Таким образом, Россия 3 дня подряд осуществляет атаки, видимо с целью вымотать украинское ПВО. Но несмотря на это, последствия для энергетической инфраструктуры оказались не столь критическими, и свет надолго нигде не пропал. В районе Энгельса, где дважды прилетали БПЛА с рывчаткой по стратегическому аэродрому, российские зенитчики радостно рапортовали о сбитии воздушной цели. Радость оказалась не столь продолжительной, так как в роли воздушной цели на сей раз выступил российский Су-27, пилот которого не успел разделить радость сбития. Также стоит отметить, что на аэродроме в Энгельсе стало меньше стратегических бомбардировщиков, как можно видеть на спутниковых снимках. А вот последствия удара разглядеть сложно, быть может этому мешает снег. Зато стали известны имена троих уничтоженных пилотов после последнего удара по авиабазе. Среди них один майор и два лейтенанта. Любопытно, напишут ли на их надгробиях, что они погибли за то, чтобы в Украине несколько часов не было света. Восток Продолжаются бои по линии Сватова-Кременная. Тут за месяц удалось буквально на пару километров продвинуться ближе к Кременной, но глобальных изменений не произошло. На правом берегу Северского Донца продолжаются бои вдоль трассы Т-1302 и за Бахмут. Тут за прошедший месяц россиянам удалось продвинуться лишь в Яковлевке, где они пересекли трассу Бахмут-Лисичанск. В боях на подступах к Бахмуту продвижения происходили на несколько сот метров и часто ликвидировались встречными контратаками, так что глобальных изменений незаметно. Дальше бои в районе Авдеевки, где россиянам за месяц удалось незначительно продвинуться южнее Водяном, Первомайском и Небельском. Также бои идут в районе Маринки, и город сейчас разделён наполовину между российскими и украинскими войсками, а сам он превратился в руины. На южном фланге за месяц никаких изменений линии фронта не произошло. Спасибо за просмотр, всех с наступающим Новым Годом. Буду благодарен, если вы поставите лайки, напишите адекватные комментарии и поделитесь видео в социальных сетях.